Сегодняшняя тема. Каждый раз перед наступлением нового года нам всем хочется, как в детстве, снова верить в чудеса. Ведь что есть чудо? Чудо – это то, что на первый взгляд кажется невозможным в жизни. А что, если самым заветным желанием человека является сама жизнь? Оно исполнимо, добрые волшебники и волшебницы, совершающие чудеса, живут по соседству с нами. За плечами девушек, о которых мы хотим рассказать, истории спасения жизни незнакомого человека. В галерее читая о звездах, которые пережили жуткую семейную трагедию, но не сломались каждые 20 минут в России один человек узнает о том, что болен раком крови. Большинство больных можно вылечить, надо лишь найти одного единственного волшебника – донора, который отдаст часть своих кровотворных стволовых клеток, чтобы перезапустить давшую сбой кровеносную иммунную систему больного и подарить ему шанс на полное выздоровление. Вот здесь и начинаются самые настоящие чудеса. По статистике, только четверти всех больных удается найти совместимого донора в кругу семьи. Остальным же приходится искать неродственного донора с таким же набором генов, отвечающих за тканевую совместимость. По сути, среди миллионов людей нужно найти так называемого генетического близнеца, вероятность его нахождения час десять минут ноль-ноль-ноль. Для этого существуют специальные базы – регистры потенциальных доноров костного мозга. На сегодняшний день в России потенциальных доноров костного мозга насчитывается не более 150 тысяч человек. Для сравнения, в Германии – более 8 миллионов таких добровольцев, в США – более 13 миллионов, в Израиле каждый десятый гражданин является потенциальным донором костного мозга. Нужно ли говорить, что у большинства наших пациентов нет пока никакой возможности найти своего генетического близнеца в России? Марина, 36, Павлова, Нижегородская область Моя сестра работает в клинике, где проходила в 2017 году донорская акция для желающих вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга. И я решила поучаствовать, я видела, как наша соседка, девочка десятилетняя, тяжело болела на протяжении нескольких лет и в итоге умерла. Это страшно наблюдать и понимать, что ты ничем не можешь помочь. А тут такой шанс сделать действительно все, что зависит именно от тебя, чтобы спасти другому жизнь. Некоторые потенциальные доноры годами ждут звонка из регистра, но так и не дожидаются. Очень редки эти совпадения, поэтому тот факт, что мне позвонили уже спустя полгода, я воспринимаю как настоящее чудо. Муж, конечно, за меня очень переживал, но не стал останавливать. Я по натуре человек домашний очень, поэтому переживала только о том, как же я полечу в Питер одна, буду там жить самостоятельно, без семьи. Саму процедуру я перенесла очень легко, вообще ничего не почувствовала. Никаких недомоганий, никаких последствий, ничего. Три месяца назад стала мамой во второй раз, вчера как раз крестили сынулю. А рецепиенты мне сообщили только то, что это ребенок, на тот момент весом 36 килограмм. Периодически справляюсь у врачей о его здоровье, последние новости были в сентябре, он живой, и слава богу. Очень хочу познакомиться с ним и его родителями. Буду счастлива, если они тоже захотят встретиться. Татьяна, 23, Ярославль Я учусь на шестом курсе медуниверситета, будущий педиатр. В университете проходила донорская акция, и я, не раздумывая, приняла в ней участие. В 2019 году мне позвонили из регистра и сообщили, что мои клетки, кажется, подходят какому-то пациенту. Я должна была сдать дополнительные анализы у себя в городе и отправить их на исследование в Киров. Видимо, было несколько кандидатов, помимо меня и нужно было выбрать наиболее подходящего. Спустя три месяца выяснилось, что я подхожу почти на 100%. И я поехала. Подготовка и сама процедура сбора клеток заняла несколько дней, все это время мы с мамой жили в гостинице, гуляли. Легкое недомогание после процедуры присутствовало, но больничный я не брала, восстановилась быстро. Сейчас спустя год могу с уверенностью сказать, что на моем здоровье это никак не отразилось. Главное, я точно знаю, что человек, которому я помогла, жив. По правилам мы можем познакомиться только спустя два года после пересадки. Все, что я знаю о пациенте, это тоже женщина. Пока мы можем только анонимно переписываться, передавая письма через врачей. Неделю назад я получила от нее открытку, там столько трогательных слов написано для меня. Я читала и плакала. И все мои друзья плакали. Это такое чудо, очень надеюсь, что у нее все будет хорошо и мы обязательно увидимся. Наталья, 33, Владикавказ, Северная Осетия Я попала в регистр не случайно. В нашем городе проходила акция, и меня пригласили как журналиста осветить это мероприятие. Так получилось, что мне пришлось разобраться в теме, и я оказалась в числе первых, кто решил создать кровь на типирование в нашей республике. А в этом году мне позвонили из клиники в Санкт-Петербурге и сообщили, что мои клетки подходят их пациенту. Немного волновалась, конечно, но и я, и мои близкие отнеслись к этому как к некой данности. Надо, значит, надо. И я полетела в Питер. Там, конечно, меня приняли как самого дорогого гостя. Все прошло хорошо, не буду скрывать, процедура сбора клеток далась мне непросто, но я восприняла этот опыт как испытание. Ведь человек, которому я помогла, претерпевает гораздо большие страдания, а я могу и потерпеть немного, ничего страшного. Очень хочу, конечно, познакомиться со своей пациенткой, мне сказали, что это 19-летняя девушка. Знаю, что сейчас ее уже выписали. У меня нет детей, но этот опыт, который я пережила, я бы сравнила с чудом рождения ребенка. И в том, и в другом случае это не очень легко, но ты даришь человеку самый ценный подарок – жизнь. Да и твоя собственная жизнь тоже обретает настоящий смысл. Разве это не чудо? Потенциальным донором костного мозга стать очень легко. Если вам от 18 до 45 лет, ваш вес более 50 килограмм и вы не страдаете серьезными хроническими заболеваниями, можно в любое удобное время прийти в ближайший офис, инвитро, или CMD, заполнить анкету и соглашение потенциального донора и сдать 4 мл крови. Процедура абсолютно бесплатная и занимает не более 10 минут. Ваша кровь поступит в лабораторию тканевого типирования, по ней будет определен уникальный состав ваших генов, отвечающих за тканевую совместимость. А ваши данные будут зачислены в базу национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. И может быть, однажды именно с вами произойдет настоящее чудо, когда раздастся звонок, и вам сообщат, что именно вам выпала уникальная возможность спасти жизнь тяжелобольного человека. Читай также, а еще смотри видео о том, как стать донором костного мозга.